Вопрос, чем занять детей и как привести им любовь к спорту, всегда остро стоял перед родителями. Выбрать вид спорта, который был бы интересен ребенку, и его желание не пропало бы через месяц, довольно непросто. И тут начинается размышление. Может быть, плавание, может быть, легкая атлетика, а может быть, велоспорт. Но есть вид спорта, который объединяет в себе все эти три дисциплины. Речь идет о триатлоне. И подробнее об этом виде спорта мы поговорим с главным тренером Федерации триатлона Республики Мондова, призером большого количества международных соревнований Юрием Асташиным и спортсменами. У нас с ним в гостях Андрей Павлов, Дарья Гуцу, Данил Бабанский и Кристиан Василаки. Добро пожаловать к нам в студию. Юрий, рад вас видеть. Добрый. Правда ли то, что в триатлон приходят две категории людей? Первое, те, кто не может определиться с видом спорта, им нравится и плавание, и велосипед, им нравится периодически бегать. Либо те, кто уже занимался каким-то видом спорта, потерял к нему интерес и решил какие-то новые эмоции получить в новом виде для себя спорта, который объединяет различные дисциплины. Ну, конечно, у нас в основном в триатлоне это плавание, конечно, одно из самых ведущих, легкая атлетика и, естественно, велоспорт. Но у нас есть, допустим, Бабанский Данил, который пришел у нас из сводного пола. А, из сводного пола, получается, да? Почему ты решил изменить вид спорта? Чем тебе... Ты, может быть, разонравился, либо ты уже добился какого-то предела в своем виде спорта, и ты решил перейти в другой вид спорта и добиться там тоже каких-то результатов? Я ушел из сводного пола, потому что на тот момент бассейны были закрыты, и мне нужно было поддерживать форму и где-то плавать. Мама нашла Юрия Асташина, и они в то время плавали в Комсомольском озере, и для поддержания формы я начал ходить к ним. Через два месяца я выступил на соревнованиях по велоспорту и занял шестое место в Аргееве. И после этого мне начал нравиться этот спорт, и я бросил водную полу. Получается, у него были какие-то предпосылки, да? Были какие-то данные природные, которые, получается, триатлон еще больше их развил и показал то, что он может дальше в этом вести. В виде спорта развиваться. Касаемо ребят других, да, вообще в целом о триатлоне, если мы поговорим, для тех, кто, может быть, не знает, это вид спорта, который включает сразу три дисциплины. Это бег, плавание и велоспорт. Юрий, необходимо ли обладать какими-то, ну, может быть, хорошими результатами в каждом виде спорта? Либо можно быть хорошим пловцом, но умеренным бегуном и умеренным велосипедистом? Либо необходимо быть лучшим во всех трех дисциплинах? Не обязательно, достаточно быть в одном виде спорта. То есть, вот в основном у нас приходят, допустим, в спринте, это пловцы. Уже более триатлон, то есть олимпийка, это уже пловцы и велосипедисты. Ну и олимпийка также подключает к себе еще легкую атлетику, где именно очень важен бег. Потому что это третья дисциплина как раз в триатлоне, где решается все. Вот, допустим, Даша у нас пришла откуда? Из гимнастики. А, ты гимнастка, получается, да? Из гимнастики, бывшая, да. Почему ты решила прийти в триатлон? Ну, что тебе понравилось? Не знаю, ты увидела ребят, которые тренируются. Причем ты девочка, вот еще вот сразу забегая вперед. В триатлоне есть специальные старты для девочек, либо ты тренируешься и соревнуешься прямо вместе с ребятами? А сами старты, допустим, когда уже соревнования, вы, получается, вместе стартуете, либо специальные отдельные старты для девочек, которые занимаются тренируем? Все вместе. Все вместе. Ну, это довольно сложная конкуренция. А как подсчитывают результаты, Юрий? Тоже среди девочек победительницы, среди мальчиков, либо вот если она придет первая среди мужчин, она будет первая вообще в самом соревновании? Нет, они, конечно же, стартуют именно среди девочек, то есть по возрастным группам. Они сейчас вот приехали из Приднестровья, где заняли все, вот кто здесь находится, призовые места. Поздравляю, вы, кстати, да. Да, Даша у нас была второй, поэтому из девочек еще у нас одна девочка была, тоже была первая. То есть призовые места все были завоеваны в Приднестровье. Кстати, насчет соревнований. Вот сейчас, вообще последние полтора уже года, отменено огромное количество соревнований, с кем спортсменом я не общаюсь, все жалуются, что теряется спортивная форма, теряется мотивация. Как у вас с этим дело обстоит? И вообще, насколько сложно ребят мотивировать, постоянно держать в узде, чтобы они не расслаблялись и не пропускали ни тренировки? Потому что когда вот тренируешься, тренируешься, потом понимаешь, что старт отменен, то и ради чего ты тренировался, не понимаешь? Ну, действительно, это очень сложный для нас сегодня вопрос. Допустим, 6-го числа мы должны были стартовать в Хорватии. 14-го числа у нас регистрация была уже в Которе. И 6-го числа, июня, мы должны были стартовать в Варшаве. Все эти старты отменены. Они поменены на сентябрь, октябрь месяц. То есть те старты, которые и по ИТУ были запланированы, естественно, что они отменяются. И мы пытаемся хоть куда-то попасть на соревнования. Так, допустим, мы должны были в эту субботу уехать в Одессу, в Черноморское. Там будет проходить спринт. Но в связи с тем, что там вода холодная, и плюс 14 дней мы должны будем сидеть, если что... На карантине, да. На карантине. И, естественно, что выехать мы не можем, потому что все дети учатся у нас в школах. Естественно, что у них выпускные экзамены. Как вы, кстати, совмещаете учебу и профессиональный спорт? Потому что я вас уже могу назвать профессиональными спортсменами, участвую в большом количестве международных соревнований. Как учеба вообще получается? Успевать и совмещать и спорт, и учебу? Потому что многие родители переживают, что если ребенок пойдет в спорт, это плавно перейдет в профессиональный спорт, и учеба пойдет ко дну. Как у вас дела в этом плане? Ну, например, я стараюсь с экзамены, и спорт, и учеба. Мне мне запрямо с экзамены, что я экзамены как декат в темпе. Как я сказал, я верю, что родители Я стараюсь, что после лекции онлайн, я делаю лекции в доме, и после этого я закончу тренировку. Но если я не успею, я закончу вечером. Хороший спортсмен должен быть не только хорошим спортсменом, но и хорошим учеником. Это, в принципе, влияет и отражается и на спорте, и в целом на учебе. Хотелось бы немножко поговорить о ваших объемах тренировочных, потому что вы уже, наверняка, не начинающие. У вас большие объемы, но тем не менее, сколько дней вы в неделю тренируетесь, сколько раз в день, и сколько часов в день у вас уходит на тренировки? Вот, допустим, сколько у тебя конкретно уходит времени? У меня уходит шесть дней. В понедельник я отдыхаю, шесть дней у меня тренировки. И по три тренировки в день где-то так. Три тренировки в день шесть раз в неделю? Да. Когда ты успеваешь? Ты поскольку просыпаешься? Просыпаюсь в шесть утра. С шести утра начинается твой, грубо говоря, твой день, и заканчивается, наверное, где-то к десяти уже вечером. Да, да. И вот ты успеваешь в этом промежутке еще и учебой заняться, и спортом, и молодец. Юрий, если мы сейчас поговорим о самых маленьких, да, те, кто, может быть, еще не знает, родители смотрят на нас и думают, отдать ребенка, не отдать ребенка в этот день спорта. С какого возраста вы принимаете в группу? Наверняка у вас есть начинающая группа. Кого вы ждете у себя в рядах? У нас есть способные ребята, вот в данный момент у нас есть два человека, два мальчика, которые работают уже полгода, восемь лет. Которые вполне достойно бегают и готовы участвовать в дуатлоне, потому что родители не должны пугаться того, что плавание, допустим, там, бег, потому что есть еще дуатлон, где можно бегать и крутить велосипед. Точно так же акватлон. Триатлон, он очень расширенный такой, где можно плавать и еще бегать. Поэтому мы всегда ждем именно после восьми лет. Желательно, конечно, уже с какой-то базой плавания, с базой велоспорта, потому что это федерация триатлона и, естественно, к нам уже приходят подготовленные детки. Но мы принимаем с восьми лет. У нас вот есть и девочка восемь лет пришла, и мальчики. То есть довольно-таки большое. Это у нас основные ребята, которые два года назад занимали чемпионы. Были и Румынии, и Украины. Потому что мы участвуем и в марафонах точно так же, и в детских марафонах. Одним словом, дети уже достаточно. Юрий, два слова хотела немного об вас. Потому что вы призер большого количества международных соревнований. Мы хорошо вас знаем профессионального спортсмена. На данный момент вы занимаетесь только тренерской деятельностью или продолжаете выступать, продолжаете тренироваться для того, чтобы показать какие-то новые собственные результаты на новых чемпионатах. Конечно же. Я готовлюсь к стартам. Я перечислил те старты, которые мы планировали выступать. Потому что, прежде всего, я должен показывать своими результатами для своих детей. И, естественно, там, где они участвуют, участвую я. Так вот. Готовимся. Вот у меня в сентябре будет Барселона. Готовлюсь. Я в этом году зашел в группу свою 60+. Как самый молодой, естественно, что меня не устраивает участие. Меня устраивает только победы. Этому я учу и своих подопечных. Вы знаете, об обучении подопечных. Мы часто с вами пересекаемся на наших общих тренировках. Да, я занимаюсь бегом. Вы занимаетесь подготовкой своих дисциплин. Что меня приятно удивило, то что вы практически всегда на тренировках тренируетесь вместе со своими подопечными. Вы не сидите где-то на лавочке, где-то, допустим, в зале, даете команду, и ребята сами там наматывают круги. Вот, ребята, вам вопрос. Сколько важно, когда ваш тренер вместе с вами, да, крутит педали, вместе плавает, вместе бегает наравне. Вам это помогает, либо, наоборот, может быть, немного смущает? Потому что вы всегда под строгим подсмотром. Вот это очень короткий для техники. Потому что, в связи с резистенцией и витезой, мы должны работать и на технике. Но техника, фару визионирования, фару за нашему тренировку, техника не будет ни о чем коротко, ни о чем коротко. Поэтому, если вы обратили внимание на триатлон, то обращайтесь к Юри, обращайтесь к тренерам, которые тренируют и помогают вам познакомиться с интересными видами спорта. Это и легкая атлетика, и велоспорт, и плавание. Все это объединяется в триатлоне. Красивый вид спорта. Ребята добиваются успеха. Я вам желаю в будущих стартах только побед. И чтобы старты не отменялись. Спасибо. Хочу сказать напоследок, что все-таки наша цель все-таки развивать этот вид спорта в Молдове. Именно триатлон, чтобы больше. И, естественно, здоровый образ жизни. Поэтому милости просим к нам.